Вчера в половине восьмого вечера на 33 версте Тюменского тракта под Белояркой 33-летний лишенец на крузаке насмерть сбил 50-летнюю женщину, которой собственная беспечность стоила жизни. От страшного удара несчастная, отлетев от внедорожника, рухнула на асфальт на правой полосе проезжей части, а через мгновение на нее наехала грузовая газель. Вся эта жуть кошмарная попала под прицел видеорегистратора в автомобиле, который двигался в попутном направлении, и водитель, шокированный и увиденным, в отличие от лихача на крузаке, остановился в метрах в 50 от сбитой женщины. Кстати, за дорожным знаком, запрещающим остановку в этом месте, пилот ленд-крузера соображал дольше. Может, в ступор впал, а возможно, вспомнил, что он бесправ. Впрочем, об этом чуть позже. Самое печальное в этой истории то, что сбитая насмерть женщина, жительница одного из Белоярских сел, на свою беду решила срезать путь. До пешеходной зебры ей нужно было пройти лишнюю сотню метров, если судить по цифрам в углу ЖК-монитора видеорегистратора попутного автомобиля. А тот оказался недешевым с функцией записи скорости. Крузак по левой полосе мчался со скоростью не меньше 120 км в час. И водитель слишком поздно заметил женщину, которая успела протоптать тропинку на разделительной полосе и с нее шагнула на темную трассу. Позже сотрудники ДПС, сделав все нужные замеры, напишут в протоколе о том, что погибшая женщина 1969 года рождения переходила дорогу в неположенном месте, и на ее одежде отсутствовали световозвращающие элементы. А водитель Toyota Land Cruiser в 2017 по судному приговору был лишен прав на 30 месяцев, то есть на 2,5 года, по уголовной 264 статье. Можно предположить, что лихач два года назад на кого-то уже наезжал, и тогда пострадавший в аварии получил тяжкие телесные повреждения. Несмотря на прошлое, нечаянно обогренное кровью предположительно сбитого пешехода, и на бесправность, мужик на крузаке продолжал лихачить. И теперь ему, похоже, светит что-то похлеще лишения прав. Для начала гаишники составили административный протокол. В роковой момент крузак резко вильнул влево, пытаясь избежать наезда. Но случилось то, что случилось. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. После столкновения автомобиля с пешеходом, пешехода откинуло на правую сторону дороги, где произошел наезд автомобиля «Газель». В неравной смертельной схватке автомобиля и человека внедорожник лишился одного из зеркал заднего вида. Его при ударе вырвало с потрохами. И на правом боку крузака осталась заметная вмятина. 48-летний водитель бортовой «Газели» не имел даже секунды, чтобы избежать наезда на женщину. После смертельного удара несчастная жертва собственной беспечности рухнула прямо под колеса мелкого грузовичка. К слову, его скорость, если судить по той же записи видеорегистратора, тоже была больше сотни километров в час. В деталях смертельной аварии еще предстоит разбираться дорожным инспекторам. Кроме них, на темной трассе под Белояркой побывала и следственно-оперативная группа из полиции Заречного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...